Добрый день, уважаемые коллеги! Рады приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре, который мы проводим совместно с Московской биржей. Тема нашей встречи – запуск Московской биржи нового ESG-индекса, строящегося на основе данных от агентства RAEX. С нами сегодня Анна Зайцева, руководитель направления развития индексов акций Департамента биржевой информации и технологических услуг. Она представит новый индекс со стороны Московской биржи. Алексей Богомолов, директор по развитию партнерских программ РСХБ управления активами, который расскажет о практических решениях использования биржевых ESG-инструментов. И Дмитрий Грешанков, генеральный директор группы RAEX, расскажет вам об агентстве. После выступления наших основных спикеров я расскажу о методике составления рэнкинга и обмене информации с биржей. Ну и в заключительной части мы ответим на ваши вопросы, которые можно и нужно задавать в нашем чате. Теперь я передаю слово Анне Зайцевой. Анна, пожалуйста. Да, коллеги, добрый день. Еще раз хочу поприветствовать вас, коллеги и слушателей. Я сегодня буду очень рада представить наш новый продукт в области устойчивого развития, который мы разработали совместно с агентством RAEX. И вначале я бы хотела акцентировать внимание на том, в чем, собственно, цель создания этого продукта и для кого он предназначен. И, собственно, основной целью создания этого индекса является расширение уже имеющейся линейки индексов Московской биржи в области устойчивого развития. На текущий момент мы рассчитываем шесть ESG-индексов в коллаборации с РСТП и на текущий момент на них создано шесть биржевых фондов. То есть управляющие компании активно используют наши бенчмарки для создания инвестиционных продуктов. И при этом, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, мы видим сохраняющийся интерес со стороны управляющих теми ESG и видим необходимость создания новых бенчмарков для инвестиционных фондов. Из этого, собственно, вытекает, что целевой аудиторией нашего нового индекса являются управляющие компании, которые нацелены на создание новых ESG-продуктов. Ну и в целом мы считаем, что новый индекс будет интересен широкому кругу инвесторов, которые интересуются ESG-повесткой и заинтересованы в том, чтобы она развивалась в нашей стране. Далее вкратце расскажу, собственно, что из себя представляет наш индекс. Собственно, база его формируется из акций 15 компаний, которые занимают лидирующие позиции в рэнкинге ESG от агентства РАЭКС. При этом база формируется один раз в год в декабре и параметры индекса, веса, корректируются ежеквартально. Далее веса акций устанавливаются пропорционально числовым значениям ESG-рэнкинга. И также мы устанавливаем дополнительные критерии отбора акций, чтобы этот индекс был достаточно инвестабл. То есть что это за критерии? Это ограничение на фрифлот, то есть этот показатель должен быть не ниже 10%. Ограничение на уровень вестинга, то есть это первый и второй котировальный список. И уровень ликвидности, то есть мы рассчитываем медианный объем торгов за три месяца до формирования индекса. И по каждой акции он должен составлять не менее 50 миллионов рублей. То есть все это делается для того, чтобы управляющие могли без труда реплицировать этот индекс при формировании своего портфеля. И что я еще отдельно хотела бы акцентировать внимание, что этот индекс полностью удовлетворяет регуляторным требованиям к боевым инвестиционным фондам со стороны Банка России. То есть у этого индекса веса максимальные устанавливаются таким образом, чтобы они не превышали максимально допустимые веса для ПИФов, которые устанавливает Банк России. То есть можно сказать, что этот индекс полностью инвестабл, полностью подходит для того, чтобы создавать на него инвестиционные продукты. И далее перейдем, пожалуй, наверное, к самой интересной части. То есть это база расчета нашего нового индекса. И здесь мы видим, что в его состав вошли бумаги крупных российских компаний. И значимая часть из них относится к голубым фишкам российского рынка. И также хотела бы акцентировать внимание на том, что веса ценных бумаг в индексе распределены достаточно равномерно. То есть мы видим, что разница между бумагами, которые находятся вверху и внизу списка, но она не столь существенна. То есть мы можем сказать, что индекс достаточно сбалансирован по своей структуре. И это в значительной степени будет снижать риски концентрации портфеля. Ну и в целом снижать инвестиционные риски будущих инвест-продуктов. Далее, продолжая тему концентрации, я бы хотела немного подробнее остановиться на отраслевой диверсификации портфеля. И здесь, на этой диаграмме, мы видим сравнение отраслевой структуры нового ESG-индекса, который называется Мосбиржа РАЭКС ESG, и нашего основного индекса акций, это индекс Мосбиржа. И здесь мы видим, что отраслевая структура значительно отличается в ESG-индексе, в топе находятся бумаги металлургического сектора, так как в индексе Мосбиржа наибольшую долю занимают бумаги из нефтегазового сектора. Но при этом, если мы посмотрим на топ-3 сектора, это металлургия, нефтегаз, финансы, то в принципе они как и в индексе ESG, так и в основном индексе Мосбиржа, они занимают наибольшую долю и составляют 80% от индекса. Вот здесь мы можем в этой табличке это видеть. При этом, что примечательно, что по доле трех эмитентов в индексе, мы видим, что индекс ESG более сбалансирован, то есть на долю трех эмитентов приходится только 24%, тогда как в индексе IMOX эта доля составляет 40%. То есть мы видим, что несмотря на то, что количество бумаг в индексе ESG намного ниже, то есть 15 бумаг, тогда как в IMOX сейчас это количество составляет 40 акций, мы видим, что этот индекс более сбалансирован с точки зрения состава по эмитентам. Ну и собственно мы хотели это и отразить в названии этого индекса и добавили в него слово сбалансированным. Далее, хотел бы также немного остановиться на динамике этого индекса за прошедший год. То есть вот здесь вот на графике представлен годовой отрезок, то есть с конца 2021 года, по начало 2023, чуть больше года. И здесь вот сравнительная динамика индекса ESG и нашего основного индекса Мосбиржи. И почему я взяла именно этот отрезок временной для того, чтобы проанализировать, поскольку 2022 год оказался очень непростым для российского рынка. То есть в феврале, в марте произошла очень серьезная просадка по российским акциям. И здесь мы видим, что примечательно, что индекс ESG на этом отрезке времени показал меньшую просадку по сравнению с основным индексом. То есть, в принципе, на наш взгляд, это очень классный результат. И вообще мы, в принципе, видим, что на протяжении всего года практически на всех отрезках времени индекс ESG, он опережает по своей динамике, своей доходности основной индекс. Ну, конечно, мы все понимаем, что результаты в прошлом и доходность в прошлом, они, конечно же, не гарантируют результаты в будущем. Однако, в любом случае, это является таким важным критерием при принятии инвестиционных решений. И, конечно же, этот факт игнорировать ни в коем случае нельзя. Вот. Ну и, собственно, наверное, на этой позитивной ноте я бы хотела завершить свою презентацию. И если у вас появились какие-то вопросы, я буду очень рада на них ответить. Это, думаю, уже в конце нашего вебинара. Вот. Так что, Алексей, я даю вам слово. Большое спасибо за представление. Очень интересно. Я надеюсь, вопросы в аудитории есть. Они зададут их в чате, пока здесь мы ничего не видим. Мы очень рады появлению этого инструмента со своей стороны. Нам кажется, что тема ESG, которая, казалось, наиболее сильно пострадала в текущей непростой ситуации, все-таки жива, развивается и появляются новые плоды нашего сотрудничества. Теперь я хотел бы передать слово Алексею Богомолову из РСХБ управления активами, директор по развитию партнерских программ. Он расскажет нам о практических решениях использования биржевых ESG-инструментов, которых у Алексея есть огромный опыт. Алексей. Добрый день, коллеги. Это Алексей Богомолов, РСХБ управления активами. Прежде всего, хотел всех поздравить с 1 марта. Очень замечательный день сегодня. И сегодня началась конференция недели российского бизнеса РСПП. Только что она проходит сейчас в РСПП. Сегодня же произошло важное событие московское. Запущена самая большая в мире линия московского метро, 70 километров, 31 станции. Кстати, здесь московская биржа сыграла очень важную роль инвестора, так как использовались средства выручки от зеленых облигаций московского правительства. Всех можно только поздравить с этими событиями. Очень позитивно, что в этот день московская биржа, как одна из наиболее продвинутых бирж в мире, участник бирж ассоциации инициативы по устойчивому развитию, запускает такой важный инструмент, еще один индекс. И я лично только приветствую. Чем больше будет таких инструментов, тем больше будет понимания наших инвесторов, что нужно не только стремиться за доходностью, но в первую очередь стремиться за результатом для общего развития экономики и, в принципе, всего устойчивого развития и нашей страны, и планеты в целом. Мы, СХБ Управления Активами, начали заниматься тематикой устойчивого развития в 2018 году и провели многие, скажем, встречи с партнерами и следили за тем, что происходит в нашей стране, за рубежом. Безусловно, мы видели, как РСПП и Московская биржа в 2019 году запустили первые два индекса открытости и ответственности в вектор устойчивого развития. И в этом же году мы договорились о партнерстве с Московской биржей РСПП о использовании вектора устойчивого развития. Мы модифицировали этот индекс, немного добавили туда доходность от дивидендов и запустили в 2020 году первые в России ВПИФ, EGTF, на акции компаний, входящих в вектор устойчивого развития. Это порядка 25 компаний, которые очень активно ведут работу по тематике EG. И это неспроста, так как это было вырезано в первую очередь инвесторами, международными инвесторами, когда эти компании размещали свои облигации. И одна из важнейших тем для этих инвесторов – это устойчивое развитие и соответствие тем критериям, которые они привыкли для себя, вкладывая свои средства в еврооблигации других компаний по всему миру. Таким образом, это стимулировало и развитие тематики EG и нефинансовой отчетности в этих компаниях. Также в 2021 году мы запустили первый в России EG-BPIF на еврооблигации компаний, входящих в вектор устойчивого развития. Мы подготовили этот индекс совместно с Московской биржей, РСПП. Опять у нас плотное сотрудничество в этом плане. Конечно, для инвесторов очень важно, чтобы такой инструмент был научно обоснованный и проверенный. Мы, конечно, делали анализ и моделирование и того, и другого индекса на многие годы назад и ретроспективно видели, что этот индекс работает не хуже, чем подобные индексы в других странах. Хочется отметить, что в прошлом году, вернее, даже раньше была объявлена обязательная нефинансовая отчетность в Европейском Союзе, которая была введена в прошлом году. Поэтому произошла значительная рекруппировка бизнес-фондов, инвестиционных фондов из критерия по статье 9, статье 8. Но это не означает, что тематика EG, ответственного инвестирования, устойчивого развития, как-то снизилась и уменьшилась. Совершенно наоборот, количество фондов только растет, их порядка 800 уже только в Европе. Объем активов под управлением значительно растет, регулирование становится все более жестким. Поэтому в данном случае этот инструмент, я думаю, что будет полезен с точки зрения того, что все-таки РАЭКС Европа находится в Европейском Союзе, и в этом, скажем, деловом пространстве есть жесткие требования по ориентирам или, как некоторые любят называть, бенчмарком. Я бы выбросил это слово. Есть у нас слово ориентир. Не надо засорять наш язык. И ориентир этот будет соответствовать и международным требованиям, и высоким требованиям регуляторных органов Российской Федерации. И опять же, утвержден на московской бирже. Интересно будет опять смотреть, как, скажем, индекс вектор устойчивого развития Мосбиржи будет коррелировать с этим более узким новым индексом, потому что у нас порядка 25 компаний входит, и диверсификация, я бы сказал, даже еще более детальная, чем вновь появляющиеся индексы. Неважно, очень полезно, что такие инициативы продолжают поступать. В этом прошлом, вернее, году биржа выпустила замечательное руководство для инвесторов. Опять подробным описанием, что происходит в мире. И чего недостает, наверное, два момента хотелось бы отметить. Первое, отсутствие обязательной нефинансовой отчетности в России. И второе, отсутствие стимулов для инвесторов, которые вкладывают свои средства в такие инструменты. Для этого, кстати, мы опять сотрудничаем с РСХБ управления активами с РАЭКС Европа как рейтинговым агентством, а не поставщиком индекса. И важно, что, с одной стороны, РСПП делает отбор компаний в свои индексы по ISO 26000 международным. Имеет соответствующие аудированные отчеты этого индекса. Это очень важно. А с другой стороны, мы имеем рейтинги РАЭКС Европы, которые тоже очень подробны и очень полезны для инвесторов. Что дает еще инвесторам, вернее, участникам рынка такие индексы, как вы знаете, BPF или TF, это пассивное управление для управляющих. Таким образом, не надо иметь значительных, скажем, трат на аналитиков, подбирающих такие портфели. Не надо много тратить внимания, так как, скажем, отклонения от индекса позволяются очень небольшие в BPF. То есть это очень положительно для управляющих компаний с точки зрения отличения ресурсов. Для инвесторов, опять же, это очень удобно, так как, опять же, это научно обоснованные и подготовленные специалистами индексы. То есть они не, скажем так, придуманы какие-то отдельным институтом, а целый комплекс, скажем, участников в этом направлении. Поэтому и высокая ликвидность, и в то же время элемент ESG или ответственное инвестирование чрезвычайно важен для инвесторов. Те, конечно, которые осознают это, чтобы они осознавали, их нужно стимулировать. То есть мы неоднократно уже более трех лет говорим с нашими регуляторами, что необходимы стимулы для инвесторов. То есть снижение налогов, например, для тех, кто выделяет свои средства в ESG, BPF и другие инструменты, зеленые облигации. Не надо стимулировать компаний, которые выпускают еврооблигации зеленые, стимулируют нужных инвесторов. Вот это правильный такой подход, кстати, ведется на всех рынках. Вот такие у меня соображения. Еще раз поздравляю Московскую биржу и РАЭКС Европы с таким замечательным инструментом и инициативой. Алексей, спасибо большое. Мы хотим надеяться, что наша совместная работа с Московской биржей никоим образом не повлияет на наши взаимоотношения с вами и далее. Мы не считаем себя создателями этого индекса. Мы являемся всего лишь поставщиком информации, которую Московская биржа получает от нас напрямую и использует ее для своих манипуляций, своих правил составления рейтингов, на которые мы никоим образом не влияем. Далее я хочу предоставить слово нашему генеральному директору Дмитрию Гришанкову. Да, спасибо, Алексей. Я хотел бы коротко пояснить, почему мы здесь в этом проекте и, может быть, отчасти, почему именно мы здесь. Если говорить о РАИКС, то история наша началась ровно 28 лет назад. Завтра у нас день рождения, потому что именно 2 марта 1995 года мы начали свой первый рейтинговый проект. И, кстати, параллельно мы начали взаимодействие с РТС. И я, допустим, входил в рабочую группу по созданию индекса РТС. Это на тот момент, если я не ошибаюсь, был первый фондовый индекс в России. Соответственно, потом это все перешло уже в отдельную компанию рейтингового эксперта. В 2001 году создана группа РАИКС. И в 2002 году мы начали взаимодействие с Московской биржей, тогда и МНВБ. То есть и по линии РТС, и по линии МНВБ у нас такая богатая получилась история. С 2013 года возникла РАИКС Европа. И РАИКС Европа как раз одно из направлений деятельности выбрал себе и из ЖИ. Это направление с тех пор развивалось. В 2014 году по рекомендации Банка России Эксперт АРА и РАИКС разделились. И в 2018 году Эксперт АРА вышла из консорциума РАИКС. Соответственно, все проекты с 2014 года ушли в сторону РАИКС, РАИКС Европа в Европе, РАИКС Аналитика в Москве. И, соответственно, то, что делает сейчас Эксперт АРА, это уже те проекты, которые были после нашего разделения. Ну, и с 2015 года ЕЖИ стало одним из ключевых направлений нашей деятельности. Как я уже сказал, что в консорциум входят московские офисы операционной РАИКС Аналитика, где сосредоточены только рейтинговые аналитики. РАИКС Европа – это научно-методическая поддержка. Прежде всего, презентация деятельности в РАИКС, участие в международных инициативах, что очень важно, особенно сейчас, когда есть некие проблемы для участия российских структур. Ну, и международная группа – это, прежде всего, внутренний аудит и координация деятельности. Алексей, можно следующее? Ну, и РАИКС так случилось, что мы были пионерами всех начинаний в области ЕЖИ в России и СНГ. Там у нас достаточно активная деятельность есть и за пределами России. Это и верификация первого выпуска зеленых облигаций, верификация первого банковского выпуска. Все это совместно с московской биржей. Дальше – это и по публичной рейтинге регионов, банков. Первая сделка по привлечению кредита с привязкой к ЕЖИ рейтингу. Первый рейтинг по его инвестиционному фонду – то, о чем говорил сейчас Алексей. Но, как Анна совершенно справедливо сказала, это все результаты в прошлом. Это как бы наш предыдущий путь, который не гарантирует то, что будет дальше. Вот если говорить о том, что будет дальше, наверное, наша самая главная ценность – то, что удалось создать независимую базу ЕЖИ рейтингов. На сегодняшний день это более 170 компаний. По каждые 200 с лишним оценок в области ЕЖИ. И эта база данных ведется уже более трех лет. То есть, грубо говоря, мы наработали такую хорошую основу для того, что называется бенчмаркинг, или, как Алексей сказал правильно, теперь ориентиры. И вот как раз эти ориентиры, первый из этих ориентиров – это тот проект, который нам предложила биржа, и в котором мы с огромным удовольствием участвуем. Это вот индекс. Я думаю, что это далеко не последний проект в этом направлении. Алексей, тогда передаю слово для продолжения доклада уже по существу. Может, всех, наверное, будет интересовать, кто оказался вверху рейтинга, почему, и что надо сделать, чтобы оказаться вверху. Да, Дмитрий, спасибо. Я продолжаю демонстрировать экран. Здесь, наверное, в начале, для того, чтобы пояснить, какая информация используется биржей для подготовки индекса, мы должны начать с самого начала с нашей методологии. Несколько слов о ней в целом. Она, в общем, открыта и доступна для скачивания и изучения на нашем сайте. Анализ строится на базе всей доступной агентства информации на момент проведения оценки. И начинается она с изучения подверженности компаний и связанным риском, которые мы делим на три группы – территориальные, отраслевые и индивидуальные. Подверженность имеет три степени оценки – низкая, средняя и высокая. На основе собранной информации аналитики расставляют баллы более чем 200 индикаторам, на данный момент их даже не 221, а 223, разделенным на подклассы политики – отчетность и эффективность. И отдельно учитываются стресс-факторы периода. Это, может быть, какие-то непредвиденные ситуации вроде разлива нефтепродуктов, прочее, что-то такое, что компания еще даже не указала в своей отчетности. События после отчетной даты существенные. На основе этих данных формируется числовая оценка и числовая оценка по трем направлениям – environmental, буквы E, social, S, E, governance, G. Как раз, кстати, Центробанк в недавних своих методологических предложениях рассказывал именно об этом, что так и нужно делать. Мы делаем это уже на протяжении всех трех лет. На основании этих баллов производится присваивание рейтинга нашего рейтинга RAEX по каждому из этих элементов. И в сумме они дают сводный композитный ESG-Ranking рейтинг. Методология наша состоит из… оценка проходит по нескольким подфакторам. Мы делим их на классы, как мы уже показывали, environmental, social, governance, основные темы в каждом из классов. И направления. Направления – это более подробное разделение. Собственно говоря, в каждом из этих направлений будет деление на подклассы, отчетность, политики, отчетность, эффективность. И, собственно, набор тех элементов, которые мы оцениваем. Вес подклассов, политики программы и политики программы отчетность и эффективность. Здесь вы видите, мы очень ценим, когда компания разработала политики, очень ценим отчетность компании. Но наибольший вес в нашей оценке представляет показатели эффективности деятельности. Это 70% нашей оценки. Оценка осуществляется на базе таких числовых значений. 0 – это индикатор, не соответствует критериям оценки 0.5, оценка индикатора соответствует частично или единице, когда у наших аналитиков нет никаких претензий по поводу оцениваемых показателей. Индикаторы блока политики. Здесь мы хотели вам представить, что такое 0 по политикам. Это полное отсутствие какой бы то ни было информации по части политик, связанных с ESG, которые применяются, которые приняты в компании. Средняя оценка ставится в случае, если политики, стратегии и другие внутренние документы, по мнению агентства, частично свидетельствуют о приверженности компании, снижению рисков ESG, использованию своих возможностей. При этом мы не концентрируемся на формальных признаках. То есть у компании может не быть целенаправленно принятого документа, который называется политика в какой-то области. Мы можем найти необходимую информацию в каком-то сводном документе, в каких-то других источниках, которые компания решила использовать для своих внутренних организационных целей. Далее блок отчетность. Точно так же полное отсутствие отчетности это 0. Далее мы оцениваем качество информации, которая предоставляет свою отчетность и максимальная оценка будет поставлена в том случае, если мы можем проследить данные на 4 года назад. Частичное раскрытие информации точно так же учитывается, но максимальную оценку здесь получить невозможно. Максимальная оценка это публичная отчетность, которая доступна на сайте компании, которая возможно подтверждена внешним аудитом, которая представляет данные за последние 4 года. Примерно так же происходит оценка индикаторов блока эффективность. Мы оцениваем 4 года динамики. Происходит это так, что мы рассчитываем процент изменения между первым, вторым годом, вторым, третьим, третьим и четвертым. Далее берется среднее изменение. И динамика оценивается именно по этому показателю. Негативная динамика, естественно, это ноль, либо позитивная динамика, но не раскрыты данные за все 4 года. Средняя оценка это нейтральная динамика, когда волатильность показателей плюс-минус 1%, мы считаем, что динамика нейтральна. И позитивная динамика это улучшение показателей, показателей достаточно большое количество. Более того, в блок эффективность, например, входят показатели, рассчитываемые на выручку компании. Это приводит к тому, что в настоящее время некоторые из крупных российских компаний, не раскрывающие свои финансовые результаты за год, не показывают, не дают данных, которые служат основой для этих измерений. Мы не можем измерить, оценки очень серьезно снижаются. База ESG-отчетов RAEX Europe по-прежнему самая большая база на российском рынке. Мы планируем ее расширение на данном этапе. Сейчас в нее включается 160 российских компаний и 14 казахских, которые мы, собственно, собрали из нескольких отраслей. Выбор компании осуществлялся, исходя из потребностей рынка наших основных потребителей на тот момент. Здесь вы можете видеть структуру ESG-базы по отраслям. Далее я хочу вам рассказать, как, собственно говоря, мы формируем ту информационную таблицу, которая отправляется ежемесячно, каждое первого числа календарного месяца. Мы отправляем в московскую биржу для того, чтобы они могли использовать это с целью расчета индекса. Начинается все с оценки индикаторов, которые были проведены по каждой из компаний в нашем списке. Они перемножаются на среднее значение оценок по подклассам. Это политики, отчетность, эффективность, как я вам уже показывал выше, это 10, 20 и 70%. Следующим шагом происходит учет веса подкласса в общей оценке и, собственно, получается сумма оценок по направлениям. Здесь вы видите в качестве примера потребление воды, биоразнообразие, использование энергии. Это служит источником информации для дальнейшего расчета, который проводится с учетом подверженности компании рискам по направлениям. Что формирует итоговую оценку каждого направления, которое мы видим также. Следующим шагом происходит расчет итоговых оценок по темам природных ресурсов, загрязнений, изменений климата, которые формируют в дальнейшем уже итоговые оценки по классам и дают нам рэнкинг по каждой из букв Е, С и G. Далее мы складываем их, получаем композитный ESG рейтинг, рэнкинг и именно вот эти два последних шага мы ежемесячно публикуем и вы можете найти информацию на нашем сайте. Здесь всегда опубликованы наименования компании, ее ESG композитный рейтинг и рейтинг по каждому из ESG показателям. Московская биржа получает от нас чуть больше информации, это все начиная с суммы оценок по направлениям и заканчивая нашей композитной оценкой. Это позволяет ей гибко использовать проведенные нами работы, сделанные нами оценки для того, чтобы проводить свои расчеты. При этом сохраняется конфиденциальность информации, которую мы получаем от клиентов, обратный расчет каких-то существенных чувствительных для компании показателей невозможен. Таким образом, мы надеемся, что мы, как это сказать, как правильно выразиться, мы не являемся поставщиком ESG индекса, да, московской биржи. Мы являемся поставщиком информации, на основании которой биржа производит свои собственные манипуляции. Сегодня, первое число месяца, мы опубликовали свое очередное обновление рэнкинга. Здесь вы можете видеть его в верхний срез, топ-21 российских компаний. Как вы обратите внимание, большинство из них котируются на московской бирже. Из всего этого верхнего списка есть только две компании, которые на бирже отсутствуют. В текущей оценке у нас еще немного расширилась группа с ESG рейтингом А, что очень приятно. Туда попала компания Яндекс, и, собственно, теперь здесь 16 компаний в верхнем рейтинге. Еще совершенно недавно мы отмечали попадание первой компании в группу АА. Ай, вот уже с нетерпением ждем, когда появятся три буквы ААА. Далее мы хотели бы вам представить, в том числе в качестве ответа на один из вопросов, который мы уже видим у нас в чате, способ, которым можно попасть в наш ESG рейтинг. Не секрет, что на московской бирже торгуются больше компаний, чем входят в наш список. Если вас это заинтересует, мы разработали несколько новых услуг, которые позволяют провести экспресс-оценку, чтобы понять, в каком месте рейтинга вы окажетесь. Либо непосредственно включение в рейтинг. Кроме этого, компания получит полный анализ открытой информации, которую мы сможем обнаружить по нашей методике поиска. Получит краткий рейтинговый отчет, который на самом деле весьма информативен и позволяет строить свои планы дальнейшего развития, усовершенствования отчетности и вообще ESG практик. Для тех же, кто уже с нами, существует, наверное, уже давно известный на рынке ESG Rating Pro, когда мы принимаем к анализу также информацию, недоступную в открытых источниках, заключается соглашение NDA, и мы принимаем к анализу то, что компания по каким-то причинам не может опубликовать официально. Как я уже показывал на предыдущем слайде, эта информация никоим образом не попадает сторонним источникам. Московская биржа, как один из наших потребителей, получает информацию чуть больше и более комплексную, и данные по-прежнему конфиденциальны. Также мы разработали новую услугу ESG Rating Pro+, которая позволила бы усовершенствовать отчетность компании в чуть большим темпом. Обычно, как происходит усовершенствование отчетности, компания ее выпускает, собирает какой-то фидбэк, получает нашу оценку по своей отчетности, и в следующем году имеет возможность внести какие-то корректировки. Сейчас же мы придумали новую услугу, которая помогла бы сделать это в течение одного года. И мы готовы принять к анализу информацию, которая еще не включена в официально опубликованный отчет, высказать свое мнение о ней. Это не является консультационной услугой. Мы принимаем к оценке и высказываем свое мнение о той информации, которую вы нам предоставили. После этого вы можете ее доработать и включить в свою отчетность что-то более высоко оцениваемое по методологии нашего агентства. На этом все. Я, мне кажется, рассказал все, что мы хотели о нашем обмене информации с Московской биржей. Далее, если вы не против, я бы перешел к ответам на вопросы. Добрый день. Бумаги нашей компании торгуются на Московской бирже. Да, на этот вопрос я уже ответил. Попасть в наш рэнкинг можно, обратившись к нам, разработана специальная услуга. Это несложно. Добрый день. В чем цель данного индекса? Как он помогает ее достичь? Максим Старчевой. Анна, видимо, это к вам вопрос. Вы с нами? Да, я здесь могу прокомментировать. Как уже Алексей Богомолов сказал, что биржевые фонды, по сути, это инструменты пассивного инвестирования. И они создаются на какой-то бенчмарк, ориентир, так скажем, на какой-то индекс, который, соответственно, может быть разработан непосредственно московской биржей или совместно с какой-то управляющей компанией. То есть это может быть какой-то заказной индекс. И дело в том, что повестка ESG, она, в принципе, является достаточно востребованной, на наш взгляд. И со стороны управляющих компаний мы видим интерес к этой теме. И мы видим необходимость именно расширять эту линейку подобных бенчмарков. То есть использовать разных поставщиков данных для того, чтобы управляющие компании могли создавать какой-то уникальный продукт для того, чтобы, собственно, он был интересен их клиентам. То есть если, допустим, у нас будет какой-то только один индекс, условно говоря, и какой смысл всем управляющим компаниям создавать на него фонды, если можно, допустим, создать некий более уникальный продукт. То есть наша цель – это именно расширение линейки продуктов в этой области. И как он помогает достичь, ну, собственно, так и помогает. То, что сейчас у нас достаточно широкая линейка индексов РСПП. У них своя методология. Вот методология РАЭКС Европа, она имеет некоторые отличия от методики РСПП. Соответственно, это немного разные продукты, хотя, естественно, что наш рынок, он не настолько широкий. И, естественно, что компании, которые находятся в топе, допустим, в рейтинге РСПП, они точно так же будут в топе рейтинга РАЭКС. Но в любом случае это не всегда так. То есть различия действительно есть. И компании всегда могут выбрать наиболее интересный для них индекс, наиболее интересную для них методику, которая будет удовлетворять их потребностям. Как-то так. Алексей Богомолов еще хотел прокомментировать. Я вижу, у него рука. Да, Алексей. Я еще хотел сказать, что это не только ориентир или бенчмарк для создания БПИФов, но это может быть и отличный ориентир для открытых паевых инвестиционных фондов. То есть есть очень много, я бы сказал, сейчас фондов, в Европе, которые попали под статью 8, а не 9. То есть там, где есть аналитики по охране окружающей среды и социальным вопросам, управлениями. Таких у нас еще очень мало, я бы сказал. И это понятно, что за 30 лет была упущена значительная доля, скажем, молодых людей, которые бы стремились быть экологами и так далее. И в этом плане такой ориентир очень полезен, так как он будет основой для того, чтобы те компании, которые не стали бы использовать этот, скажем, ориентир или бенчмарк для создания БПИФов, но все же он бы был основой для того, чтобы они сравнивали результаты своей доходности или содержания портфеля. Поэтому то, что есть у биржи, скажем, индекс широкого, широкий индекс, это очень правильно, и мы всем им пользуемся, когда сравниваем результаты наших БПИФов с результатами широкого индекса. Это одно. Второе, хотел бы отметить, что вот РАЭКС, наверное, теперь не сможет делать рейтинг тех БПИФов, которые будут использовать информацию для создания такого фонда. Почему? Потому что и создавать фонды, и рейтинговать в одном лице, хотя это не стимулируется какими-то регуляторными, правильно, но есть бизнес-этика. И тут, наверное, уже теперь придется потерпеть, чтобы, скажем, другие наши известные рейтинговые агентства, как АКРА, НРА и ЭкспертРА, занялись бы ИСЖ рейтингованием таких БПИФов. Вот у меня такие еще добавления. Наверное, я тут тоже хотел бы добавить здесь, что, в общем и целом, говоря о существующих индексах Московской биржи с РСПП и в сравнении с РАЭКС, это просто совершенно разные продукты, которые могут отвечать совершенно разным целям. Мы оцениваем наши компании по заметно большему количеству показателей, оцениваем их более динамично. При этом РСПП пользуется информацией, опубликованной только в официальных каналах. И, собственно говоря, РСПП разделяет свои оценки на ответственность, открытость, вектор устойчивого развития, что имеет, собственно говоря, свою пользу и может использоваться компаниями в зависимости от их интересов. С вами, Алексей, я хотел бы не согласиться по поводу каких-то конфликтов с точки зрения... Господи, куда же вылетело это слово? С точки зрения того, что мы проводим оценку и предоставляем информацию в московской бирже, процессы абсолютно не связаны, поэтому мы здесь не входим ни в какие конфликты в данном случае. Что здесь важно, что вне зависимости от того, как мы провели оценку, биржа и вне зависимости от того, что биржа сделала, мы проводим свою оценку, а биржа проводит свои расчеты и составляет свой индекс. Далее, следующий вопрос. Какие дальнейшие действия стоят нам ожидать? ESG-инструменты, другие ESG-инструменты в ближайшее время? Наверное, это опять Анна. Есть у вас ответ на такой вопрос? Ну, достаточно сложно на самом деле прямо сейчас ответить на этот вопрос. На самом деле все возможно, и во многом, наверное, это будет зависеть от интереса инвесторов, управляющих компанией, инвестиционного сообщества. То есть для нас, так скажем, первоочередной ориентир такой, это именно запрос со стороны участников рынка. И как раз вот такие мероприятия, как сегодня, они на самом деле очень полезны для того, чтобы понять потребности рынка, потребности участников рынка. Поэтому, да, я думаю, то, что перспективы у этого направления перспективы есть, да, очень большие, да, поскольку, ну, вот я дальше тоже там вижу вопросы про центральный банк, да, про ESG-риски, про ESG-рэнкинги. То есть на самом деле на основе тех данных, которые мы получаем, возможно рассчитывать несколько вариаций индексов вот с различными, ну, скажем, с различными акцентами. Вот, я думаю, что да. Я думаю, да, что информация, которую мы вам предоставляем, в общем, пригодна для составления большого количества разнообразных ESG-связанных продуктов. Я думаю, что мы также не единственные поставщики информации, которые можно найти на рынке в данный момент, да и в будущем. Мы собираемся быть первыми, и мы ими будем. Но, тем не менее, я хотел... Если можно, я добавлю. Да, конечно, Алексей. Да, я хотел добавить, что действительно мы работаем над новыми продуктами, они очень важны и для нашей страны, и в целом для, я бы сказал, планеты. Это отсутствие в России climate change индексов. Такие это основные сейчас индексы во всем мире, по которым, скажем, создаются фонды климатических изменений, которые противодействуют негативным последствиям изменения климата и глобального потепления. В прошлом году мы сделали исследование с Европейским университетом Санкт-Петербурга по возможности и необходимости такого семейства индексов и подготовили этот отчет. Отчет не публичный, но мы его согласовали и с Московской биржей, и с Внешэкономбанком, и с другими организациями. Следующим этапом будет, скажем, вычисление тех размеров парниковых газов, выбросов и от российских компаний, и их взвешивание в этом индексе. Это достаточно сложный процесс, так как, как я сказал, отчетность в России нефинансовая отсутствует обязательно. Есть уже 30 компаний, ведущих в России, которые это делают и по собственной инициативе, и требованиям, скажем, их контрагентов во всем мире и инвесторов. Поэтому мы уверены, что в этом году такой индекс мы создадим. И ожидайте, и старайтесь следить. В этом году, кстати, вводится обязательная отчетность по выбросам парниковых газов в Российской Федерации. Это очень важно. И это основная тема, которая больше всего заражит весь мир. советую всем посмотреть шестой отчет IPCC и третий отчет Росгидромета, который опубликован в ноябре прошлого года, в котором четко описывается, что ожидает наша страна весь мир в ближайшие 100 лет. Спасибо. Да, Алексей, спасибо. Отличное замечание. Будем с нетерпением ждать ваших новых продуктов. Далее по вопросам Центробанк Ильяс Ахмед. Центробанк в недавнем документе обратил внимание на разницу между уровнем ESG рисков и уровнем ESG рейтинга. В этом смысле некоторая проблема индекса ESG в том, что он в меньшей степени учитывает ESG риски, которые мы привыкли относить к долгосрочным стратегическим. Тем не менее, в отраслевом разрезе хотелось бы видеть меньшие ESG риски. Я не очень понял вопрос, Ильяс. Центробанк, да, предполагал учет ESG-связанных рисков в своей методологии. Хочу заметить, что, как мы выяснили на встрече, которую Райкс проводил совместно с Центробанком и Общественной палатой, рекомендации Центробанка остаются рекомендациями. Он не настаивает на единственном варианте расчета ESG-индексов. Это первый шаг в направлении и хочу также обратить внимание, что на 90, наверное, процентов рекомендаций Центробанка уже включены в наш индекс, в наш рейтинг. Он всегда существовал именно в таком виде. Учет рисков, учет большого количества факторов разделения на отдельные составляющие. Все это у нас есть. И уже четвертая итерация нашей методологии. Я надеюсь, этим летом мы выпустим пятую, которая учтет некоторые недочеты, некоторые вещи, которые мы хотели бы, чтобы были учтены на российском рынке. Райкс вообще переживает период серьезной трансформации. Мы надеемся выйти обновленной кампанией с большими возможностями новыми видами услуг. Здравствуйте. Из-за санкций мы не публикуем некоторую финансовую информацию. Это повлияет на нашу позицию в рынке? Да, конечно, я уже говорил в моем выступлении, что отсутствие финансовой информации является причиной невозможности расчета некоторых удельных показателей, которые требуются нам в оценке группы эффективность, которая составляет 70% в полной оценке. Соответственно, отсутствие финансовой информации очень серьезно влияет на ваши показатели. Если вас это беспокоит, мы можем, как с некоторыми компаниями, это и делаем, заключая соглашение о неразглашении, получать эту информацию и принимать ее для анализа. Вопрос по методологии. Ольга Волкова. Почему в перечне полученных рейтингов и индексов нет тех, кто занимается переработкой отходов, ресайклингом, альтернативной энергетикой и так далее? В целом же индекс представлен добычей металлургии, химической промышленности, есть банк. В чем назначение индекса? Здесь, наверное, вопрос опять к нам. так как Moex берет топ-15 компаний, включенных в наш рэнкинг, это проблема того, из чего состоит наш рэнкинг. Мы с удовольствием включили бы туда компании из альтернативной энергетики, ресайклинга и прочим, если бы получили запрос от этих компаний либо от других представителей рынка, которые интересовались для целения бенчмаркинга. Возможно, я все-таки воспользуюсь этим словом бенчмаркинг. И, собственно, причина, наверное, еще глубоко кроется в том, что именно тем компаниям, которые там сейчас находятся, есть же тема наиболее интересная. Это экспортеры, это компании, которые на виду, компании, которые должны показать и доказать свое стремление к устойчивому развитию. Компании, которые имеют на это достаточно большие серьезные ресурсы в состоянии организовать свой административный аппарат и так далее. То есть мелкий бизнес, наверное, с большим трудом мог бы попасть в топ нашего рейтинга, что, собственно говоря, и демонстрирует весь этот список. В самом низу вы можете найти у нас достаточно мелкий бизнес, который по каким-то причинам попал туда. Далее. Алексей, можно я добавлю? Да, Дмитрий. Вот в вопросе Ольги я вижу некую путаницу, которая, к сожалению, очень часто встречается в жизни. Именно между компаниями, которые имеют высокий ИЖ-рейтинг, то есть там низкий ИЖ-риск, в общем-то, и компаниями, которые полезны, или вроде бы как полезны для экономики, потому что они там производят возобновляемую энергию, еще что-то, вот это не одно и то же. Все-таки тема ИЖ-и, это тема минимизации ИЖ-и рисков компании в области environment, social, government и так далее. А полезная компания, допустим, та же переработка отходов, она может быть либо информационно закрыта, просто про нее никто ничего не знает. Может быть, она полезна, а может быть, нет. А может быть, она при этом делает такие выбросы, что, в общем-то, лучше бы она этого вообще не сжигала. Поэтому вот я бы здесь разделил стимулирование отдельных отраслей экономики, связанные с полезными видами деятельности и стимулирование минимизации и же рисков. Близко, но не одно и то же. Да, совершенно верно, Дмитрий, абсолютно правильное замечание. Продолжаем дальше. Это кто-то из нас, пример MSCI, есть индекс MSCI и рейтинговые оценки. Алексей, это для вас комментарий, что да, несмотря на то, что мы являемся поставщиком информации для московской биржи, это совершенно не значит, что мы перестаем заниматься рейтингованием или получаем какие-то проблемы с конфликтом интересов. Ярослава Забелла. Насколько сильно влияет на рейтинг отсутствия информации по корпуправлению, например, биографии членов советов директоров, так же, как отсутствие финансового или слабее? Да, конечно, слабее. Финансовая информация затрагивает практически все группы факторов environmental и social. Нераскрытие информации по корпу управления затрагивает только группу governance. Более того, биографии членов советов директоров это 3-4 фактора оценки, которые будут оценены низко. То есть, это не очень существенное влияние. Хотя, биографии членов советов директоров несомненно сильного влияния не окажут. Имеется в виду отсутствие в публичном доступе. Многие компании сейчас не раскрывают эту информацию. Мы также имеем примеры, когда компании предоставляли нам эту информацию по NDA, но это все не очень сильно влияет на оценки показателя G. Если вы обратите внимание, все наши компании, российские компании, несмотря на всю сложность ситуации раскрытием корпуправления, блистают высочайшими оценками по этому самому корпуправлению. И это, наверное, наилучше, наиболее сильно развитая область в Российской Федерации, судя по всему. Видимо, причина в том, что в топе рейтинга опять-таки находятся крупнейшие компании в своих отраслях, конторы в состоянии тратить достаточно серьезные административные ресурсы на обеспечение всего этого соответствия. При этом показатели environmental хромают практически у всех. Даже лидеры часто не отличаются серьезным раскрытием и, главное, на мой взгляд, пониманием того, что требуется раскрывать по букве Е. Так что надеюсь, я ответил на ваш вопрос, Ярослав. Это все. Вопросы в чате иссякли. Если какие-то появятся дополнительно, мы, наверное, ответим на них письменно в будущем. Информация, вся информация по данному вебинару, презентация Московской биржи, наша презентация и запись вебинара будут отправлены в течение одного-двух дней по всем тем людям, которые зарегистрировались. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем участникам. Алексей. Алексей? 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 Да. Алексей, можно я добавлю? Вы там упомянули MSCI. Будьте осторожны с этой аббревиатурой, потому что это крупнейшая компания, которая, кстати, покинула Российскую Федерацию, выбросила наши компании из своих индексов. Это первое. Второе. Рейтинги и индексы этой компании это совершенно различные подразделения, они не сделают никогда рейтинг для того инвестиционного фонда, который использует индекс MSCI. Это второе. И третье вам помощь. У вас используется информация рейтинга, а не рейтинга RAX Европы. Рейтинг это большая разница. Но вот был вопрос от кого, я не знаю, по поводу того, что у нас тут информацию запрещают публиковать. Если вы заключите коммерческое соглашение, это уже будет коммерческое по предоставлению такой услуги этой компании, то вы уже нарушаете свой рейтинг. Это не рейтинг становится, а рейтинг, так как это коммерческая услуга. Поэтому между рейтингом и рейтингом будьте осторожны. Да, здесь, конечно, всеобщее недопонимание, что из себя представляет одно, что и другое. Рейтинг это, собственно, оценка непосредственной компании, рейтинг это ранжирование этих оценок в каком бы то ни было порядке. В нашем случае в порядке уменьшения, увеличения, вернее, оценки. На первом месте стоит наибольшая оценка композитного ESG рейтинга. При этом мы приводим позиции по всем остальным буквам. Если вы обратите внимание на наши публикации, там все это есть. По, собственно говоря, тому, что делает MSCA Алексей, мы тоже собираемся разделиться на разные подразделения. Хорошо, но большое спасибо. Я бы сказал, уже разделились, если обратите на мой слайд, который я про Раек сделал, то есть у нас сейчас в нашем консорциуме пять юридических лиц, и там есть, где попрятать конфликты интересов. Да нет, конечно, конфликтов интересов у нас возникать не будет, мы будем четко за этим следить, все будет хорошо. Всем большое спасибо, надеюсь, это была полезная беседа, материалы будут разосланы в кратчайший срок, как только они будут готовы. До свидания, всего хорошего. Спасибо, до свидания. До свидания, всего доброго. До свидания. до свидания. Продолжение следует...